Сейчас как раз в это время на Вернице, как известно, происходит инспекционная поездка премьер-министра Арсения Санюка, который по проекту «Стена», который будет инспектировать ход работ. Что касается именно проекта «Стена», который также получил название «Европейский вал», то следует отметить, что помимо такого военно-политического значения, то есть как охрана восточных границ Европы и, в общем-то, что осуществляется в интересах всего европейского сообщества. Стоит отметить также тот факт, что этот европейский вал «Стена» — это лишь компонент охраны и оборонной границы в новом формате. Проект оценивается довольно-таки высоко, и его эффективность, очевидно, будет доказана уже в ближайшее время, после введения в строю. Однако у нас единственное замечание — то, что нынешний проект предусматривает оборудование сигнализации и видеонаблюдение влечения некоторых участков, но мы предлагаем все-таки всю протяженность границы России с Украиной. То есть по проекту «Стена» оборудовать сервисами сигнализации. Однако стоит понимать, что стеной никакого адресора не остановить, если он действительно решается осуществлять массовое вооруженное вторжение. Соответственно, комплекс мероприятий должен касаться, в первую очередь, Госпогранслужбы, однако и других вооруженных формирований, которые призваны отражать внешнюю агрессию. Что касается самого Госпогранслужбы, то мы предлагаем, ну то есть абсолютно понятно, что необходимо отходить от европейского формата, по которому Госпогранслужба реформировалась в долгие прошедшие годы. В частности, мы переходили на европейский принцип мониторинга границы, Госпогранслужба, в общем-то, переставала быть военизированным формированием и становилась правоохранительным органом. Однако мы понимаем, что если мы будем сейчас создавать Госпогранслужбу в таком формате, чтобы она могла противостоять вооруженной агрессии той же России, то мы, по сути, будем иметь вторую армию. Поэтому мы предлагаем как раз комплексно задействовать для выполнения этих задач другие вооруженные формирования. Еще один вопрос, тоже касается взаимодействия. Наши пограничники имеют довольно-таки мощную разведку. Если мы говорим о комбинированном таком формате охраны границы и обороны, необходимо, конечно, задействовать полностью потенциал пограничной разведки. То есть контролировать пограничную территорию не только свою, но и территорию Российской Федерации. Если мы увидим скопление, концентрацию войск, для того, чтобы, ну, понятно, реагировать, перебраться туда подразделения той же Твардии, той же, ну, на этих направлениях вооруженных сил и так далее. Однако для того, чтобы эффективно эта разведывательная система работала, необходимо четко, опять-таки, обеспечить взаимодействие работы разведывательных органов Госпогранслужбы и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, то есть военной разведки, которая владеет информацией о перемещении войск вообще не только в пограничной территории, но и, так сказать, в оперативной глубине на территории противника. Думаю, что если этот механизм наладить и запустить, то он будет достаточно эффективен и, по крайней мере, будет порядок четкого взаимодействия в случае вооруженного вторжения на нашу территорию.